Вчера во дворе Центра социального ухода Селга царило приподнятое и спортивное настроение. В гости к жильцам приехали руководитель Венсполского клуба-марафона Андрис Валерц и легкоатлет Арнис Румбенекс. Вместе с двумя судьями, спортсменами высокого класса, они провели спортивный день. В многоборье и олимпийской эстафете участвовали как юные воспитанники Селги, так и пожилые клиенты пансионата. У нас уже прошли первые состязания, четыре этапа многоборья. Пожилые люди в спешке раскладывали стаканчики. Я наблюдал за их руками и думал, что они ими не шевелили лет десять точно. Но они так ловко это делали, один раз, второй, и им это нравилось. У нас был помощник. Хорошие тут помощники. Давно уже так не бегали? Ой, да около двух лет точно. А вам понравилось подвигаться? Да, да, да. Андрис Валерс отмечает, что цель проведения спортивного дня – побудить пожилых людей двигаться и быть активными. Однако в эстафетах активно участвовали и воспитанники детского дома Селга. Вместе с ними спортивные упражнения выполняли и социальные работники. Ты тоже участвовал в соревнованиях? Да. И что тебе понравилось? Больше всего мне понравилось, что я получил приз. А состязания не понравились? Понравились. Мы соблюдаем здоровый образ жизни. Нам это нравится. Мы вообще активные. Как сегодня себя чувствуют жильцы Селге? Взволнованно, радостно. Часто такие мероприятия проходят в центре. Достаточно. Мы сами устраиваем эстафеты. К нам приезжают гости. Вот сегодня у нас тоже милое мероприятие. В рамках праздника спорта не забыли о полезных закусках и напитках. Витаминный коктейль, которым угощали участников спортивного дня, может приготовить любой желающий. Основные ингредиенты напитка – кефир и ревень. В состав входит кефир и ревень. До этого мы готовили кефир с зеленью, с разными специями, сезамом, кориандром и другими добавками, которые улучшают здоровье. Легкоатлет Арнис Румбенекса не скрывает, что проведение подобных мероприятий – эмоциональное событие, а в какой-то степени даже вызов. Активные пожилые люди, не теряющие энергию даже в столь преклонном возрасте – источник вдохновения. Для меня это очень эмоциональный момент. Я думаю, что эти люди вдохновляют меня на то, что я в их возрасте тоже буду заниматься спортом. Это заставляет меня верить в то, что все возможно, что и в 90 лет можно быть активным и жизнерадостным. Вам часто приходится работать с пожилыми людьми? Нужно признаться, что нет. Но это мероприятие для меня вызов. Вызов увидеть и работать с людьми по-другому. Данное мероприятие мы устраиваем впервые. Нам предложили организовать его, и мы это сделали. И довольны результатом. Люди все приходили и приходили. Выходили на улицу к нам. Конечно же, первый раз это тяжело. Кто-то просто смотрел из окон. Я думаю, что в следующий раз участников будет чуть больше. Хоть в Селге и не очень много жильцов. Но цель – продолжать. Да, если я не путаю, то проект рассчитан на три года. И если все будет хорошо, и мы покажем себя с хорошей стороны, и если людям понравится, то мы в следующем году его организуем. Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Реализация мероприятий по содействию выкреплению здоровья общества и профилактики заболеваний» в городе Венсполс. В Селгу участники Венсполского клуба «Марафон» вернутся уже осенью и проведут для жильцов центра лекцию, посвященную здоровому питанию.